Приветствую вас, мои дорогие друзья! С вами Лилия Донскова. Не обращайте внимания на мой антураж. Я просто собираюсь на съемки в бизнес-центр. У нас приехала целая коллекция новинок. И раз уж я собираюсь так нарядно, я решила записать видео, которое многие из вас просили. Это те самые стрелочки, которые так очаровывают всех-всех-всех. Их красить, конечно, не очень просто, но я уверена, что мы с вами справимся. Я уже нанесла на все лицо тон, немного скорректировала румянами хайлайтером, ну совсем немного. И на губы наношу немножечко смягчающего средства, капельку. То есть пока я буду красить глазки, губки будут размягчаться, чтобы потом было комфортнее и удобнее нанести на губы помаду. Я буду сегодня использовать матовую помаду. Итак, с чего же начать наш с вами чудесный макияж? Нам понадобятся матовые тени, такие матовые стойки. Кисть для тушевки, любую пушистую кисть для тушевки. Нам понадобится... Так-так-так... У меня тут целая банка просто всего. Я ищу, я ищу так. Вот, я нашла подводка. Я еще использую серии Very Me подводку. Мне, кстати, она очень нравится. У нее такая удобная кисточка. И на всякий случай у меня вот такой линер. Это стойкая подводка-карандаш. Мне нравится, она в виде маркера сделана. Она очень удобная, но я почему-то выписала коричневый цвет. Но я хочу по стрелке сделать черные. А этим маркером я буду корректировать стрелки. Вот так, договорились? Брови уже сделаны. И сейчас мне нужно выровнять века так, чтобы оно все сияло и светилось. Ну и, конечно, мне зеркало понадобится. Зеркало возьму побольше. Мне нравится вот эта палетка. Так, нет, нет. Вот эту возьму. Чтобы открыть. Все. Засекайте время, как долго мы будем делать весь макияж. Я открываю тени. Немножечко наношу сразу на одно веко. На другое. Закрываю быстро, пока не высохли. Они очень быстро сохнут. Поэтому нужно действовать очень быстро. Я беру и кистью пушистой начинаю растушевывать по всему веку. Вот таким образом растягиваю тени. И под бровь. И можно немножечко пальчиком помочь. Вдруг неожиданно зазвонил телефон. Пока отключу. Дальше. Просто если я начну отвечать на звонок, у меня высохнут тени. Потом, 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 потом. Сегодня буду на видео с кудряшками, с легкими волнушками. И быстренько растушевала. Все, смотрите, высветлилось. Все выбеленное. Все чистенькое, красивое. Теперь берем подводку. Мне нравится у нее кисточка. Смотрите, она такая гибкая. То есть она полностью гнется в новой подводке. Он колор. Или он колор, как правильно сказать. Кисточка более упругая, только кончик гибкий. И мне было не очень привычно ей красить. Поэтому я пока оставлюсь на этой подводке. Потому что она у меня все-таки еще есть. Но я ее не закончила. Смотрите, я сняла лишнее. И сделала кончик кисточки совсем плоский. То есть так он плоский, так широкий. Специально выравниваю так, как мне нужно. И рисую сначала среднюю часть над ресницами. Это очень просто. Я кладу прям кисть на ресницы и провожу. Если вы чувствуете, что вдруг рука пошла не туда, просто остановитесь. Не обязательно вести линию туда не знаю куда. Довела. Тут же беру средство и наношу вторую такую же полосочку. Потому что мне нужно выровнять стрелки, чтобы они были максимально одинаковые. Я, кстати, в одном из видео покажу вам разные варианты нанесения стрелок. Разными способами, чтобы они получились интересные, красивые и, самое главное, одинаковые. Положила, провожу. Вы видите, что ниже ресницы у меня все равно кисточка не опустится. Ресницы держат. Так, сравниваю. Вот это пошире и уже подальше. Ну и, конечно, чтобы стрелки получились классные, одинаковые. Как вы уже догадались, нужно просто много-много практики. Сейчас я доведу стрелку до внутреннего уголка глаза. Каким образом это делать? Можно вот отсюда это сделать. Можно отсюда, сверху. Просто соединить. Кстати, если попала стрелочка сюда, то надо ее срочно снять. С этой стороны тоже самое. Повернулась. Видно вам? Соединила. То есть я рисую как ручкой. Вы же привыкли ручкой рисовать. Поэтому, если вы думаете, я не умею рисовать стрелки, у меня никогда не получится, да расслабьтесь. Какая разница, ручкой вы пишете или рисуете стрелки на глазах. То есть как только вы расслабитесь, перестанете паниковать, у вас все получится. Сравниваем. У меня, конечно, зеркальце маловатое. Так, есть еще побольше. Практически одинаково. Чуть-чуть мне вот тут не нравится. Я даже взяла ватную палочку. Бывают такие ситуации, когда ватная палочка просто необходима. Как видите, я чуть-чуть расширила не туда, куда надо. И еще и ресницы испачкала. Конечно, краситься нужно в удобное зеркало, чтобы вам не смотреть вот такое вот маленькое пространство. Стоять перед большим зеркалом, чтобы вы видели всю картину целиком. Но я, естественно, делаю для вас сейчас запись, поэтому исхожу из тех обстоятельств, которые у меня есть. Теперь самое важное. Я прикладываю, то есть смотрю прямо, прикладываю от уголка глаза вверх вот так ровную линию. Длину вы сами регулируете, какая вам нужна. Так, вот секла глаз. Теперь с другой стороны то же самое. Набрала подводки немножко. Сравниваю. Прикладываю. Чуть-чуть глаза прищуриваю, потому что века не дает провести линию. Вот. И сравниваю, чтобы были одинаковые. Более-менее хотя бы они должны быть одинаковые. Так и есть. И немножечко я вижу, что надо в эту сторону отклонить. Вот так. Ох, нелегкая эта работа. Так, получилось. Ну, потом подрегулируем. Еще набираю все время чуть-чуть, по чуть-чуть подводки, прям понемножечку. И сейчас начинаю закрашивать вот это вот пространство. Соединяю вот этот треугольник. Подойду к вам поближе. Просто его закрашиваю. Так. Вот и стрелочка готова. То же самое со вторым. Просто берем и закрашиваем. Вот это пространство. Тут у нас, конечно, с хвостиком. Надо поработать. Сейчас я его уберу немножко. Капелька у меня тут водичка. Так. Я с вами. Я здесь. Чуть-чуть вот хвостиком же я напортачила и совсем про это забыла. И мне его нужно убрать. Вот так. Мне уже нравится процесс. Конечно, такие стрелки, они очень хороши под нарядную одежду или вечерний макияж. Если вы просто делаете дневной макияж, то стрелочку делайте чуть-чуть поменьше. И пытаемся сравнить. Почему тут важно стрелку сделать сразу чистую, красивую? Потому что мы уже ее наносим на базу. На тени. Ну, конечно, сюда можно все подправить. Бесспорно. Все в наших руках. Вау! Какие у меня стрелки большие получились. Ну, пусть я сегодня буду нарядная. Так. Если смотрим и стрелки нравятся, то есть выровняли стрелочки одинаковые, все устраивает, то внизу нужно подвести немножечко глаз. Еще я делаю это обычно или карандашиками цветными, или тенями. Сейчас я возьму тени. У меня вот такая палетка. Тени Рейфил. Возьму серый цвет, потому что одежда может быть у меня разная. И нейтральным серым цветом немножечко, светленько прям, подвожу глазки для того, чтобы они стали чуть более выразительные. И тушую. И тушую. То есть цвет не должен быть таким грубым и жестким. И чуть-чуть с блеска. Так. Так. И с другой стороны. Так видите, глаз стал более очерченный. То есть он не утяжелился, а просто немного стал выразительнее. Прям в ресничках. Если у вас густые длинные ресницы внизу, то можно не подкрашивать даже, потому что уже будет красиво, когда вы ресницы накрасите. Но так как у меня реснички очень скромные, почему-то вот так получилось, что ресницы не очень эффектные. Я поэтому делаю легкую подводку, но не перегружаю. Вот так. Тень. Что нам осталось с вами сделать? Нанести тушь. Моя любимая тушь с эффектом накладных ресниц. У меня их две любимых. Пять в одном и с эффектом накладных ресниц. Вот сейчас я ей пользуюсь. Накрасить реснички и губы. И все. И мы с вами готовы к балу. Готовы. Первый слой прям тоненький делаю. Возьму побольше туши. Пока пишите, получается у вас стрелки или нет. Любите ли вы макияж со стрелками? Кстати, я заметила, что летом я стрелки в принципе не крашу. А начинаю их красить вот осенью, зимой. Не знаю, почему летом я люблю такие легкие, прозрачные, золотистые макияжи, которые просто сияют. А осенью уже хочется, как одежда утяжеляется. И макияж тоже хочется утяжелить. Надо уже тушь поменять. А то она не слушается. И у меня есть кисточка для разделения туши. Смотрите, просто когда красила подводкой, реснички вот тут у меня склеились. И сейчас я наношу тушь, и она легла комочком. Конечно, этого допускать не нужно. И когда красим подводкой, надо сразу удалять тушь с ресниц, пока она не схватилась. Иначе потом будет вот такой вот парадокс. Так. Ну хорошо, что у меня есть под рукой такое средство классное. Как щёточка. Тоненький первый слой. Заодно я сразу вижу, где склейки, и я их могу расчесать щёточкой. Вот этот глаз хороший. Но всё равно немножечко прочешу. Потому что я люблю, когда ресницы более естественно накрашены. Без комочков, без склеек. Кажется, так они будут смотреться намного интереснее. Для моих ресниц, эта кисточка самая удобная. Или пять в одном. Так, отмываю всё. Сейчас доделаю, а потом буду отвечать на звонки. Так. И немножко на нижнее. Прям совсем чуть-чуть. Сразу с ресницами взгляд становится ещё более открытый. Выразительный. Вообще кайфово. Мне нравится. Если есть необходимость, можно потом и третий слой нанести туши. Если вам кажется, что этого достаточно, значит вам достаточно. Всё очень индивидуально. Так. И сейчас осталось накрасить губы. Я снимаю излишки смягчающего средства. Беру контур Giordani. MAC. MAC. Так. И крашу контур. Немножко. Здесь, в этом случае, даже не нужно поставить губы. Прокрашивать всю поверхность губ. Потому что новая помада. Матовая. Кремовая матовая. Она настолько круто лежит на губах. Такая она классная. И ей можно красить даже без контура. Останький кончик. Да ещё по форме губ. Вообще классно. Признавайтесь, кто взял себе такую помаду. Матовая новинка. Вообще огонь. Я, конечно, её взяла из-за цвета. У меня много помад. И красная есть. И любые. Я обожаю помады. Класс. Осталось снять бигудюшки. И будет просто супер. Вот такой получается чистый макияж. Стиль, наверное, сороковых. Да? Сороковых, восьмидесятых. Какие-то годы. Когда у нас была такая мода. Мне очень нравится. Я думаю, что это всегда будет актуально. Всегда круто. Можно организовать классную фотосессию с таким макияжем. Стрелки можно делать даже больше, толще. Ресницы можно наклеить. Которые именно не накладные ресницы. А на раз, которые можно приклеить и снять. Это будет вообще просто фантастически. Согласны? Жду ваших отзывов в комментариях. Пишите, понравилось или нет. У вас получаются стрелки или нет. А в следующий раз я запишу видео, как красить стрелки разными способами. Используя подручные средства. Делай их максимально ровненькими. Спасибо за внимание. С вами Валерия Донского. Пока-пока.